Добрый вечер! В эфире Набук ТВ новости в студии Марина Самойлюк. В материалах респондентов службы информации нашего телеканала рассказ о событиях, которые произошли в городе Бресте и регионе. В нынешнем году порядка 140 тысяч выпускников по всей Беларуси 30 и 31 мая прощаются со школой. Для вчерашних старшеклассников последняя линейка, последний звонок – это символ окончания беззаботного детства и переход на новый жизненный этап. Впереди еще экзамены и выпускной бал, но сегодня у ребят настоящий праздник – красоты, молодости и надежд. В средней школе номер 8 имени Владимира Карвата побывала и наша съемочная группа. Анастасия Трухнова с подробностями. В средней школе номер 8 города Брест имени Владимира Карвата последний звонок сегодня прозвучал для учеников 9 и 11 классов. Долгие годы ребята вместе с педагогами постигали многогранный мир науки, учились дружить и общаться и, возможно, не ценили моменты уходящего детства. И торжественная линейка стала знаковым событием для каждого участника церемонии, своеобразным символом перехода на новую жизненную ступень. Последний звонок – это день волнительный, торжественный, праздничный и одновременно грустный, потому что праздник последнего звонка – это праздник, который является символом прощания не только с школьной жизнью, но праздник, который является символом прощания с детства. Будущая взрослая жизнь еще не раз проверит на прочность, силу и выдержку нынешних выпускников. Но учителя верят в своих воспитанников и надеются, что знания, которые были заложены в школе, помогут ребятам воплотить в жизнь самые смелые мечты. Пожелания же самих 11-классников очень схожи, ведь экзамены и тестирования еще впереди, и они желают друг другу это первое испытание взрослой жизни преодолеть. Я желаю своим одноклассникам всего самого лучшего, пускай сбываются все их самые заветные мечты, пускай они поступят, куда хотят. Я пожелаю им тоже поступить, куда они хотят, но я вот учился в этой школе, сейчас поступаю в академию, и своим одноклассникам желаю того же. Я хотела поздравить своих одноклассников, я хочу, чтобы в жизни у них все сложилось, чтобы они обзавелись своими семьями, поступили туда, куда они хотят, и чтобы все у них было хорошо. Поздравления, цветы, вальс, слова благодарности учителям и напутствие ученикам. Праздник прощания со школой всегда трогательный и радостный. И родители, и учителя, и сами дети не скрывают волнений и тревог, но верят в то, что все лучше еще только впереди. А красивая, но вызывающая легкую грусть церемония прощания с родной школой останется в памяти на долгие годы. Вы смотрите новости на канале Бук ТВ. Сейчас о других событиях. С наступлением теплого сезона все чаще у берегов рек и озер можно наблюдать отдыхающих, приехавших на личных автомобилях не только для того, чтобы набраться позитива. На их взгляд, приятное просто необходимо совместить с полезным делом, поэтому они используют речные просторы для мойки своих машин, при этом совершенно не задумываясь, что данные действия относятся к разряду правонарушений. Брестская городская и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды предупреждает о том, что в соответствии с 77-й статьей Водного кодекса Беларуси стоянка и мойка транспортных средств у водоемов строго запрещена. Для некоторых горожан отдых – понятие, относящееся лишь к нему одному, поэтому максимум удобств для себя любимого и минимум заботы о рядом находящихся. Я искупаюсь в волю и машинку заодно в порядок приведу. Что будет дальше, меня не касается. Поэтому и превращаются зоны отдыха в стоянку для авто, а еще и в бесплатную мойку. Но следует помнить, что бесплатным бывает сыр в мышеловке и то не всегда. Мышка может поплатиться своей жизнью, а вот кошельки любителей помыть автомобиль у водоема могут стать заметно тоньше. За данное нарушение предусматривается административный штраф в размере до 10 базовых величин для просто граждан, для индивидуальных предпринимателей до 30 базовых величин и для организаций до 50 базовых величин. В прошлом году за любимое всеми нами «Авось повезет и пронесет» пострадало 104 человека. Вероятнее всего, они больше не станут мыть автомобили у водоемов. Ну а тем, кого пока не настигла карающая рука правосудие, следует помнить, что помимо материальной составляющей проступка, есть еще и моральная. Ведь мало кто задумывается, что вся грязь и нефтепродукты, стекающие с машин в воду, могут не только засорить реки, но и неблагоприятно сказаться на состоянии окружающей среды. А рядом находятся дети, и ваши, кстати, тоже. Об этом пока еще не думали, значит, есть повод к размышлению. Каждый может оказаться в роли человека, которому, что называется, как снег на голову свалилось наследство. А для кого-то возможно вступление в подобные права собственности события предсказуемое. Однако и в одном, и в другом случае наследство – это доход, и его владельцу, то есть наследнику, как налогоплательщику, следует знать свои новые права и обязанности. Действующее законодательство в отношении наследства довольно лояльно, но не лишено исключений из правил. Так, согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, доходы человека по правовому статусу физического лица, которые квалифицируются как наследство, освобождаются от подоходного налога. Исключением являются авторские вознаграждения правоприемникам деятелей науки, литературы и иных результатов интеллектуальной деятельности. Эта практика распространяется как на гражданах Беларуси, так и на иностранцев. Также не облагаются по доходным налогам доходы физических лиц, признаваемых в соответствии с Налоговым кодексом, налоговыми резидентами Республики Беларусь, от реализации имущества, полученного по наследству. В этом случае при реализации объектов недвижимости, полученных по наследству, квартир, домов, доли в праве собственности квартиры или дома, также не имеет значения, является это реализация первой либо второй в течение пяти лет. А вот иностранные граждане и граждане Беларуси, неналоговые резиденты, при реализации унаследованных квадратных метров, обязаны уплатить подоходный налог в размере 12%. По правилам, уплатить налог нужно до нотариальной регистрации сделки. В продолжении темы. В текущем году в Беларуси расширят список объектов, которые должны быть оснащены кассовым оборудованием и платежными терминалами. Изменения вступают в силу с 16 июня 2013 года. До указанного срока осталось не столь много дней, а посему, чтобы оповестить всех налогоплательщиков, специалисты отдела консультации Московской налоговой инспекции собрали бизнесменов на семинар. Что нового узнали индивидуальные предприниматели, вы узнаете из следующего сюжета. За своеобразный стол переговоров сели в очередной раз предприниматели и налоговые инспекторы. Такая практика для сотрудников Московской налоговой не нова. Мы информируем для того, чтобы не было какой-либо в дальнейшем неразберихи. Говорят налоговики, четко, по пунктам, разъясняют и объясняют. И это работает. Совещание даже данное, оно уточняет, что кому-то надо ставить, кому-то нет. Чтобы не было разногласий потом в работе. Когда есть какие-то сомнения, в отдел консультации зашел, тебе толком расскажут, что к чему, как надо правильно работать, чтобы не было разногласий, чтобы не было потом напряжения с налоговой инспекцией. Вот сейчас пришли, видите, нового, сейчас по рынку все, что там будет, что все слышали, что. А что вот, что же, не из чего, вы знаете, почитать там, почитать, кто успеет. А так уже пришли, Инна Николаевна своим отделом, она всегда вот сейчас расскажет. И вот что-то новенькое, действительно, да, нужная, хорошая вещь. Индивидуальным предпринимателям было разъяснено, что постановление Совета Министров внесло изменения в порядок использования кассового оборудования и платежных терминалов. Правительственный документ сокращает перечень случаев, когда прием наличных денежных средств может осуществляться без их применения. Теперь необходимо использовать кассовое оборудование при осуществлении. Развозной торговли, торговли по образцам с доставкой товаров на дом или иное оговоренное место. Рочные продажи запасных частей к автомобилям на рынках. Рочные торговли товарами в торговых объектах потребительской кооперации, расположенные в сельской местности с численностью более одного продавца. При оказании бытовых услуг, за исключением объектов, расположенных в сельской местности, если количество работников непосредственно окажет такие услуги составляет не более трех человек в одну смену. У каждого постановления есть свои плюсы. Например, имея кассовый аппарат, исключается бумажное оформление приема налички, повышается скорость и качество, укрепляются потребительские гарантии покупателей. Также уменьшено пороговое значение стоимости единицы продаваемого непродовольственного товара с трех базовых величин до одной базовой величины, при достижении которого у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возникает обязанность оформлять каждый факт приема наличных денежных средств документом с определенной степенью защиты. Например, приходные кассовые ордера и ликвитация приема наличных денежных средств. Не менее выгодно и установление платежных терминалов. Покупатель и клиент сможет смело рассчитываться банковской пластиковой карточкой, не имея налички в кошельке и на рынках, и в кафе. Для создания более благоприятных условий для обеспечивания расчетов в безналичной форме данным постановлением утвержден перечень объектов, кому необходимо с 16 июня текущего года установить платежные терминалы для использования расчетов с пластиковыми карточками. Платежные терминалы прежде всего необходимо установить в розничных торговых объектах, расположенных в капитальных строениях. Исключение составляют передвижные средства разносной торговли, а также розничные торговые объекты в капитальных строениях, которые находятся в системе потребкооперации, где работает продавец в одну смену. В объектах бытового обслуживания, за исключением сельских бытовых комбинатов, где работает не более трех человек в одну смену, также нужно будет установить платежные терминалы и еще. Терминалы необходимо будет устанавливать также для стационарных торговых объектов общественного питания. Исключение будет составлять школы и колледжи, а в высших учебных заведениях будет необходим кассовый аппарат с терминалом. Обязанность установить платежные терминалы будут иметь и объекты придорожного сервиса, созданные 16 июня 2013 года при условии, если они относятся к объектам, включенным в вышеуказанный перечень. Не упусти свой шанс! Акция с таким говорящим названием уже несколько лет подряд проходит на Брещене. В ней принимают участие лица, недавно вернувшиеся из мест лишения свободы и не имеющие возможности самостоятельно найти себе работу. Сотрудники РОВД Московского района и представители территориальной социальной службы, члены наблюдательной комиссии и Брестко-городской организации Красного Креста собрались сегодня вместе, чтобы обсудить вопросы адресной помощи и трудоустройства тех людей, которые желают вернуться к нормальной жизни. К сожалению, на Брещене имеется немалое количество лиц, которые совершили некогда противоправное действие и понесли за это наказание. После исправительного учреждения перед ними довольно часто встает вполне логичный вопрос – как жить дальше? Работа – вот единственный шанс вернуться к полноценной жизни. Однако самому человеку справиться с поиском рабочего места в его щепетильном положении часто бывает нелегко. Именно поэтому районное отделение внутренних дел сотрудничает с теми, кто может реально помочь – территориальная служба и Центр социального обслуживания населения, Общество Красного Креста и наблюдательная комиссия. Никто не остается в стороне. Все активно решают вопросы адресной помощи и трудоустройства нуждающихся. Последним остается лишь использовать предоставленную возможность. Из правительного учреждения, откуда они освобождаются, оповещают установленный срок за три месяца об их освобождении. Мы проводим определенную работу. Вместе с тем люди приходят и говорят, куда нам идти, как нам идти. Вот именно во многом эти акции помогают им обрести себя в новой жизни. Мы работаем целенаправленно. Дело в том, что те люди, которые проходят, они здесь не случайны. После этой акции мы, соответственно, с этими людьми предметно работаем. То, что им было сказано, те необходимые какие-то вакансии, которые они получили, мы закрепляем сотрудников и отслеживаем их недальнейшее трудоустройство и получение социальной адресной помощи. Акция «Не упусти свой шанс» в этот раз в здании РОВД Московского района собрала 46 человек. Среди них были и те, кто готов встать на путь исправления и принять помощь. Эти люди получили бронь при территориальном центре занятости. Возможность трудоустройства, при которой наниматель не имеет права отказать в предоставлении работы. Информирование – это всегда важно. То есть люди, которые будут что-то знать, что с ними происходит, как с ними происходит, это важно, конечно. Они, может, обратят внимание на свое здоровье, на свой образ жизни. Да, я считаю, важно, конечно. Я считаю, нужно чисто для информации, может, кому-то это даже и поможет. Может быть. Хотя во некоторых я сомневаюсь, потому что некоторые это, может, и пройдут так вот мимо ушей, пропустят. Но, может, многим и поможет. Допустим, мне просто интересно посмотреть, послушать, посмотреть на людей и вообще, как они на это реагируют. Жизнь каждому человеку дает шанс. Те, кто не готов его использовать, как показывает практика, рано или поздно ждет дорога обратно. А люди, которые искренне желают встать на путь исправления, чаще всего возвращаются к нормальной жизни. Это был завершающий материал выпуска, а сейчас о погоде на завтрашний день. Прогноз представляет открытое акционерное общество, Кобринская предельно-ткацкая фабрика «Рудшайка», один из крупнейших производителей текстильной продукции на территории СНГ. Летние спецпредложения, тентовый материал и сетки, фасадно-штукатурные, москитные и защитные многофункциональные. Погодные условия на Бричне 31 мая будет определять теплая и неустойчивая воздушная масса. Днем скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории региона пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный порывистый, днем местами сильный. Синоптики прогнозируют умеренный температурный фон. И в ночные часы, и в течение дня воздух погреется до 17 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать. Сегодняшний прогноз погоды представила Кобринская предельно-ткацкая фабрика «Рудшайка». В широком ассортименте все виды пряжи, технические ткани и текстильные материалы, покрытые или пропитанные ПВХ. А тентовый материал и различные виды сеток – то, что необходимо летом в быту и на отдыхе. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Смотрите новости на канале БУК-ТВ, и вы будете в курсе событий, которые происходят в Брестском регионе. А с вами была Марина Самойлюк. До свидания. И пусть новости в ваших домах будут только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова